Добро пожаловать! Сегодня мы продолжаем серию «В точку», которая поможет вам бежать и выиграть забег вашей жизни. Меня зовут Пастор Тодд. У всех нас бывают моменты, когда мы чувствуем себя плохо подготовленными к трудностям, с которыми мы сталкиваемся. Но если вы научитесь тренировать свои духовные мышцы, то Бог будет работать и через вас, чтобы помочь вам преодолевать все барьеры на вашем пути. Привет, церковь, как поживаете? Хочу приветствовать всех наших зрителей. Я рад, что вы с нами. Мы очень вас любим. Привет вам всем, а особенно тем, кто занимается в спортзале усиленные тренировки в Веллингтоне. Вот что я увидел в Инстаграме. Пастор Эшли пошла на работу и увидела у них на стене пункты из моей прошлой проповеди. Победители делают тяжелую работу. Победители остаются на своей полосе. Победители получают подкрепление. Какой замечательный спортзал. Если вы любите спорт, то я хочу показать вам некоторые письма апостола Павла. Павел часто сравнивал нашу жизнь со спортом. Тимофею он писал о том, чтобы соревноваться как спортсмен, оставаться на своей полосе и играть по правилам. Филиппийцам он писал о том, чтобы стремиться к финишной черте. А в Деяниях святых апостолов он писал, «Мне нужно закончить свой забег, которому призвал меня Господь Иисус Христос». Да, на прошлой неделе ты читал нам Евреям 12.1, где сказано, «С терпением и упорством последуем предназначенным нам путем». У каждого из нас свой забег, и на нем полно барьеров и преград, и нам нужно решить, мы будем бежать по-своему, или будем бежать так, как Бог определил для нас. Забег, который Он определил для вас, Он полон целей и потенциала. Думайте об этом. Первый ключевой стих этой серии находится в первом послании к Коринфянам, 9 главе. Можете открыть или включить свои Библии и читать вместе со мною. Разве не знаете вы, что все бегуны на ресталище участвуют в беге, но один получает награду. Так бегите же так, чтобы выиграть. Так бегите же так, чтобы выиграть. Повторите эту фразу. Каждый, кто соревнуется в состязаниях, проходит трудную подготовку. Они получают недолговечный лавровый венок. Мы же получаем венец неувидаемый. На прошлой неделе мы говорили о том, что победа — это больше, чем успешная карьера, красивый дом и машина. Все это хорошо, но у Бога есть для вас значительно больше. Все мы знаем людей, у которых есть все эти вещи, и они все равно несчастны. Они очень далеки от той жизни, которую Иисус приготовил для них. В Иоанна 10, 10 Иисус сказал, «Я пришел, чтобы дать вам жизнь и дать ее во всей полноте, это значит сверхъестественную, с избытком и высшей нормы». Вот какой жизни мы можем ждать, когда приходим к Иисусу. Тогда в нашей жизни будет мир, а также мы будем следовать за нашим призванием и предназначением. Но жизнь из Иоанна 10, 10 — это также жизнь, полная вдохновляющих отношений, которая подбадривает вас и дает вам силы для вашего забега. Мы считаем, что вы никогда не сможете стать тем, кем Бог хочет, чтобы вы были за пределами Его семьи, которая готова поддерживать вас на всех этапах. Сегодня мы говорим о том, чего хотим для вас. Мы хотим, чтобы вы испытали на себя жизнь с избытком из Иоанна 10, 10. На прошлой неделе мы говорили о том, как вы можете иметь такую жизнь в ваших отношениях с Богом. Я верю, что качество вашей жизни на земле определяется качеством ваших отношений. И даже то, где вы проведете вечность, определяется вашими отношениями, потому что дело не в том, что вы знаете, а в том, кого вы знаете. Вот почему мы, как церковь, хотим быть рядом с вами и помогать вам расти в ваших отношениях с Богом и с людьми. В этом отрывке сказано, каждый, кто соревнуется в состязаниях, проходит трудную подготовку. Отношения, как и тренировки — это тяжелый труд. Но на прошлой неделе мы узнали, что победители делают тяжелую работу. Они не просто хотят, они работают. Много лет подряд я хотела привести себя в форму, но я поняла, что одно окружение может быть более благоприятным для занятий спортом, чем другое. Например, у спортзала больше шансов привести меня в форму, чем у булочной. Я права? Булочная тоже может привести вас в форму, но только в круглую. Круг — это тоже своего рода форма. Да, но то же самое происходит и в духовном плане. Есть места, которые способствуют нашему духовному росту и помогают нам наращивать духовные мышцы. И в книге «Деяния апостолов» мы видим, что делала Первая Церковь, чтобы становиться сильнее в своей вере. Например, в «Деяниях 2.46» сказано, «Каждый день они собирались вместе в храме, а в домах у себя ели все вместе радостно и щедро делясь друг с другом пищей». Деяния 5.42. «И каждый день они продолжали проповедовать и возвещать благую весть о том, что Иисус Христос и в самом храме, и из дома в дом». И в 20 главе Павел пишет о том, что Он проповедовал в синагогах и из дома в дом. Как видите, они вместе проводили много времени, но они находились как в больших, так и в маленьких окружениях. Мы знаем, что в Первой Церкви были одни только победители. Они пробежали свой забег и выиграли. Откуда мы это знаем? Просто оглянитесь вокруг. Нас бы здесь сегодня не было, если бы они плохо пробежали свой забег и не передали дальше эстафетную палочку. Смотря на их жизнь, мы думаем, а что они делали такого, чтобы стать победителями? Ну, во-первых, победители приходят. Давайте скажем, победители приходят. Я точно знаю, что вы никогда не победите в забеге, если не будете приходить на тренировки. Вам нужно приходить. На тренировки мы готовимся к игре. Это репетиция. Поэтому сейчас я буду проповедовать всем вам. Вы здесь, значит, вы пришли на репетицию. Поэтому вы можете поставить галочку. Да, я победитель, потому что я прихожу. Мы приходим сюда в выходные и учимся, как вести игру по Божьему. Мы учимся мыслить иначе и настраиваемся на понедельнике. Для победителей тренировки очень важны. Подумайте о любом спортсмене, лучшем в своем виде спорта. Для них репетиции очень важны. Они не думают, мне не нужна тренировка на этой неделе. Несмотря на все их победы, они понимают, что им нужно тренироваться. То же самое происходит, когда мы приходим в церковь в воскресенье. То, что происходит здесь, готовит вас к тому, что будет там. Здесь ваш разум настраивается на то, что вверху, на истину Божию. Здесь вы готовитесь к понедельнику. Вот почему мы собираемся вместе для поклонения. Так важно, чтобы мы поклонялись вместе. Вам нужно провозглашать Божию истину над своей жизнью. Даже в шторм мы поем эту песню. Он Господь. Господь всего. Господь, какой бы шторм не ждал меня на этой неделе, ты будешь рядом, поэтому я буду всецело доверять тебе. Но такого не будет, если вы будете пропускать тренировки. Послание к евреям сказано. Не будем отказываться от совместных встреч, как у некоторых вошло в привычку. Будем ободрять друг друга и будем еще ревностнее во всем, осознавая приближение того дня. Видите, некоторые люди приходят сюда за ободрением, и я один из них. А Бог использует одних людей, чтобы ободрять других. А вот так новость. Он использует людей, чтобы любить людей. Представляете? Он мог бы послать для этого армию ангелов, но не хочет, потому что у него есть вы. Он использует вас, чтобы любить кого-то, молиться и ободрять. Вы не можете ободрить кого-то лежа на диване в воскресенье утром. Бог желает, чтобы вы ободряли кого-то, потому что сюда могут прийти люди. Я сразу же подумала о Мишель. Она работает в одном из наших кампусов. Несколько лет назад ее муж трагически погиб, и она осталась одна с ребенком. Она не знала, что ей делать, не знала, как одной воспитывать сына. Но в то время она посещала нашу церковь. И хотя она не всегда знала, что ей делать, но знала, что ей есть куда пойти. Мишель оказалась в Доме Божьем, и Бог вернул ей надежду и принес исцеление. А на этой неделе я увидела этот пост в Фейсбуке. Здесь сказано, «Я люблю мою церковь. Еду домой с Адрианом, а он рассказывает мне все детали того, о чем проповедовал Дэвин. Какой чудесный разговор. Я так благодарна всем мужчинам-христианам, которых Бог привел в жизнь Адриана. Я так волновалась о том, как он будет расти и созревать без отца. Слава Богу за то, что Он помог нам найти эту церковь и молодежное служение, и благословляет нас молодыми людьми, которые любят Бога и хотят служить Ему. Как видите, Божья семья заполняет пробелы того, чего не хватает в нашей физической семье. Родители, так важно, чтобы ваши дети находились в среде, где звучит Слово Божье, и где люди наставляют их в том, чего хочет Бог, и чего хотите вы для них. Поэтому важно, чтобы дети оказались здесь. У нашего детского и молодежного служения есть выражение, которое мне очень нравится. Все бегут, чтобы заполучить сердце ребенка и победить тот, кто прибежит туда первым. И наши служители прикладывают все усилия, чтобы забоевать сердца ваших детей для Иисуса. Если они будут с детства знать, что Иисус – это лучший друг, то их жизни будут строиться на твердом основании. Вот почему так важно, чтобы вы приводили детей в церковь. Это самое важное, что вы можете сделать для них. Приходить важно, но это лишь часть того, что Бог имеет для нас. В деяниях апостолов мы видим большую картину того, что Бог приготовил для Своей церкви. Написано, что они собирались в храме и ходили из дома в дом. То есть церковь вместе проживала свою жизнь. Они собирались вместе, ели вместе, молились вместе, служили вместе. Вместе слушали апостолов. Они ежедневно собирались по домам. Вот что мы имеем в виду, когда говорим «библейское сообщество». И это действительно важный пример для нас. Библейское сообщество. Отсюда выплывает наш второй пункт. Победители объединяют свои усилия. Они не только приходят, но и объединяются в команды. Давайте скажем это вместе. Вам нужна команда и тренера, потому что это не индивидуальный спорт. Кстати, даже индивидуальные виды спорта не такие уж индивидуальные. Подумайте о Майкле Фелпсе. Он выиграл все медали сам, но он не был один. У него были тренеры, массажисты, диетологи и группа поддержки. То есть это не был индивидуальный заплыв. Вам тоже нужна команда, потому что вы участвуете в непростом забеге. Жизнь — непростая штука, и Бог никогда не хотел, чтобы вы прошли ее один. У экклесиаста говорится, давай им лучше, нежели одному. Когда работают двое вместе, они получают больше от своего труда. В одиночку никто вам не поможет, и вы никому не поможете. Нам лучше всего. Даже у Иисуса была своя группа. Он не пытался сделать все в одиночку. Поэтому не думайте, что вы можете все сами. Окружите себя правильными людьми. «Мой друг говорит, круги лучше, чем ряды». Сегодня все вы сидите рядами. Я люблю ряды и люблю то, что Бог делает в этом окружении, в храме или в большом собрании. Но в кругах происходит то, что не может произойти в рядах. Там вы можете узнать друг друга и поддержать друг друга. Библия говорит, что вы можете собираться вместе и делиться молитвенными просьбами и стихами из Библии. Здесь мы не можем такого делать. Вы поделитесь стихом, а теперь вот вы. Итак, мы пробудем здесь дней 15. Такое лучше делать в маленьких кругах. Ведь так... Да, как ценно, когда вас окружают люди, которые спрашивают, «Как дела?», а вы отвечаете, «У меня все хорошо». Нет, это не так. То есть они хорошо знают вас. Как ценно быть в отношениях, где знают вас, и вы знаете человека, и где люди знают, как молиться за вас. Дальше Экклесиаст пишет, «Если падает один, то другой поднимает его». Но кто падает в одиночку, тот не может ждать с помощью ни от кого. И мне так грустно, когда я думаю о людях, которые уходят отсюда в одиночку. Мы все спотыкаемся и падаем, и всем нам нужны люди, которые поднимут нас и помогут нам закончить наш забег. У нас с Джули в жизни были такие люди, и они были с нами всю жизнь. Эти люди молились за нас, когда мы не знали, как молиться, или уже не могли и не хотели молиться. Когда мы теряли веру, мы могли положиться на их веру. Эти люди подбадривали нас именно тогда, когда это было нужно. А мы подбадривали их. Эти люди сильно повлияли на нашу жизнь и на наше будущее. И мы хотим, чтобы то же самое было и в вашей жизни. У каждого из вас должна быть своя поддержка. Да, несколько месяцев назад я ходила на чашечку кофе с одной девушкой из нашей церкви. Ей немного за 20. Она сказала, «Я лишь в начале своего забега». И она полна решимости пробежать этот забег во всей полноте. Она сказала, «Вы можете дать мне какие-то советы, чтобы я закончила свой забег успешной и полной силы?» И я ответила, «Тебе нужно окружить себя пятью-шестью подругами, которые будут подбадривать и подстегивать тебя». Исследования показали, что мы становимся чем-то средним между нашими пятью самыми близкими друзьями. Поэтому окружи себя девушками, которые будут заставлять тебя стремиться к чему-то, потому что в следующие пять лет тебе предстоит принять одни из самых важных решений твоей жизни. Поэтому рядом тебе нужны люди, которые будут бежать с тобой до самого конца. И не будь одна. Тебе нужна команда. И вам я хочу сказать то же самое. Вам нужна команда. В команде вы можете получить то, что никогда не получите, если бежите в одиночку. Посмотрите, что сказано в Евреям 10.25. «Будем ободрять друг друга». «Ободрять» означает придавать мужество и силы друг другу. Мы каждый день растрачиваем свое мужество. Некоторые из нас воспитывают детей в одиночку. И вам нужно мужество, чтобы верить, что Бог будет восполнять все то, чего недостает вашим детям. Вам нужен тот, кто будет говорить, у тебя получится, я с тобой. Возможно, вы занимаетесь бизнесом и стараетесь быть честным и порядочным. Вам нужны люди, которые будут подбадривать вас. Это очень важно. Без этого невозможно что-либо сделать хорошо. Но для этого нужна команда. Команда дает вам ободрение. Команда дает вам подотчетность. Мы с Джули часто говорим вам о том, как занимаемся в зале. Но там у нас есть своя группа, которая ждет нас там. Если утром мы выключаем будильник и не хотим идти, мы понимаем, что они ждут нас там. Подотчетность — это хорошо. Раньше я думал иначе. Подотчетность призвана не напрягать вас, а тянуть вас вверх. Она мотивирует вас выполнять обещания, которые вы уже дали. В нашем зале мы целый час работаем на беговой дорожке, тренажере для гребли и так далее. И по залу все время ходит тренер и следит за нами. На прошлой неделе я греб 500 или 600 метров и начал уставать. А когда ко мне стал приближаться тренер, я сразу же оживился. «Привет, Тревор, у меня все хорошо». А потом я бежал на беговой дорожке, и Тревор подошел и увеличил мою скорость. Почему же мы это делаем? Потому что мы лучше работаем, когда за нами наблюдают. Верно? Вы знаете, что кое-что вы делаете только потому, что знаете, что за вами наблюдают. Не так ли? Если это нужно во время тренировок, то насколько это нужнее в духовных тренировках? Только подумайте. Да, подотчетность и ваша команда делают вас сильнее. Посмотрите на Экклесиаста 4.12. Враг может одолеть одного, двое же могут противостоять врагу, а трое еще сильнее. Они как веревка, скрученная в трое, которую трудно порвать. Мы часто сталкиваемся с обстоятельствами, которые могут одолеть нас. Мы падаем, и мы не уверены, сможем ли мы снова подняться на ноги. На Олимпиаде 92-го года был бегун по имени Дерек Редман. Он хотел выиграть 400-метровый забег, и за несколько метров до финиша он скорчился от боли, потому что разорвал подколенное сухожилие. На это было больно смотреть. Слезы текли по его лицу, когда вдруг кто-то прорвался через охрану и выбежал на поле, чтобы помочь ему. Это был его отец. Он посмотрел на сына и сказал, «Дерек, ты не обязан это делать». «Нет, обязан». «Хорошо, тогда мы закончим это вместе». Это прекрасный пример того, что Бог имеет для нас в своей семье. Все мы иногда похожи на этого Дерека. Мы падаем и не знаем, как бежать дальше. Но некоторые из нас похожи на этого отца. Вы пережили много штормов и испытаний. Вы падали и поднимались, понимая, что Иисус, Он верен. Вы знаете, что Он рядом. Поэтому пора и вам встать рядом с кем-то и сказать, «У тебя все получится. Я пробегу это вместе с тобой». Кому-то нужно услышать, что настоящая правда о вас – это то, что о вас говорит Бог. Его больше волнует ваш следующий шаг, чем ваш провал. И Господь, Он будет с вами на каждом шагу. Когда мы молились об этом собрании, Бог показал нам, что в нашей церкви есть люди, которые думают, «Да, я все знаю об Иисусе, о группах, но Бог желает, чтобы вы стали для кого-то отцом или тренером». Каждый месяц в нашей церкви к Иисусу приходят тысячи людей, и нам нужно, чтобы вы поднялись и начали наставлять и тренировать их. Стали для них старшими братьями и сестрами. Не обязательно, чтобы в вашей жизни все было идеально. Если бы это было обязательным условием, то мы бы здесь сегодня не сидели. Бог использует вас и ваш опыт, чтобы помогать другим пробежать их забег. Я вспомнила Дайан, которая занимается нашим молодежным служением. Вот ее фото. В ее команде две девушки. Несколько лет назад она была лишь матерью-одиночкой, всего на несколько лет старше этих девушек, но она решила помогать другим. На этой фотографии есть Эвелин. В то время она была в девятом классе, и у нее были сложности, как и у многих детей в ее возрасте. И Дайан решила подбадривать ее. Эвелин впустила ее в свою жизнь и позволила ей помогать себе и выполнять все данные Богу обещания. Они проводили много времени вместе по средам и воскресеньям. Все это время я наблюдала за ними. Я видела, какой сильно становилась Эвелин, потому что в ее жизни был наставник. Когда Эвелин закончила школу, то стала лучшей выпускницей. О ней написали статью в газете и спросили, кто больше всего повлиял на нее. Она ответила, «Моя семья и лидер моей домашней группы», потому что она всегда была рядом и учила меня тому, чего я не знала. Да, я думаю о Райне Даллинге. Он поверил в Иисуса уже в зрелом возрасте. Он уже был мужем и отцом, но он подошел ко мне и сказал, «Мне нужны ребята, которые будут духовно умнее меня, потому что я не знаю, как быть духовным лидером моей семьи». Он присоединился к домашней группе, которая собирается по субботам. Так он научился читать Библию и применять истину в своей жизни. Я говорил с ним вчера, и он становится все сильнее и сильнее в своей вере. А все потому, что его группа поддерживает его, молится за него и направляет его в его призвание. Если вы сидите и думаете, «Я не уверен, что мне все это нужно». Думаю, я и сам неплохо справляюсь. Тогда я хочу прочитать вам отчет из Департамента психического здоровья. Они провели исследование, которое показали, что люди, которые изолируют себя от глубоких отношений, в три раза более склонны к преждевременной смерти, в четыре раза более склонны к эмоциональному перегоранию, в пять раз более склонны к клинической депрессии, и у них в десять раз больше шансов быть госпитализированными из-за психических расстройств. Поэтому для своего же блага и безопасности всех остальных присоединяйтесь к какой-нибудь группе. Я прошу вас об этом во имя Иисуса. Да, мы хотим, чтобы вы были победителями. И так, во-первых, победители приходят. Во-вторых, победители объединяют свои усилия. И в-третьих, победители не ищут оправданий. А я считаю, что, должно быть, победители закрывают свой рот. Если вам больше нравится мой вариант, то покажите мне, закройте рот и перестаньте оправдываться. Послушайте эти слова. Тот, кто хорошо придумывает оправдания, редко хорош в чем-то еще. Тот, кто хорошо придумывает оправдания, редко хорош в чем-то еще. Если вы хотите одержать победу в забеге под названием «Отношения с Богом и с людьми», то вам придется бороться с оправданиями. Оправдание, с которым всем нам приходится бороться, я слишком занят. Может, вам не нужно ничего добавлять в свое расписание, а изменить подход к своим делам, сделав его более духовным. Например, какие-то ребята любят баскетбол, и вместо того, чтобы просто играть, они собираются на 20 минут раньше, читают Библию, спрашивают друг друга о жизни, молятся друг за друга, а потом идут на площадку. Может, стоит взять то же, что вы уже делаете? А в этой группе происходит много духовных разговоров с ребятами, которые даже не ходят в церковь. Не нужно ничего выдумывать. Некоторые из вас уже ходят с детьми в парк. Превратите эти разговоры в духовные разговоры. Читайте вместе Библию, молитесь вместе, и вместе следите за детьми. Тут все дело в намерениях. Они должны быть самыми чистыми. Если вы никогда не были на домашней группе, возможно, вы думаете, что там происходит. Тебя сажают в центр круга, а потом изгоняют из тебя демонов. Может быть, так? Если на вашей домашней группе такое происходит, сообщите нам. Такое начинается только со второй недели, поэтому можете не переживать. Одни группы объединяет какой-то род занятий, другие просто собираются для изучения Библии и молитвы. Они меняют вашу жизнь. Я часто слышу отговорку, «Я плохо знаю Библию». Тогда начните ее читать. Если вы повторяете это слишком долго, то вам нужно начать читать Библию, чтобы вы были готовы. Расслабьтесь. Мы оснастим вас всеми необходимыми ресурсами, чтобы вести группу, не обязательно быть богословом. Кто-то может сказать, «Я не лидер». Тогда просто будьте хорошим другом. Вы знаете, что вашим друзьям это нужно. Сколько ваших друзей должно сбиться с курса, споткнуться и упасть, пока вы поймете, что вы друг, который может им помочь и оказать им нужную поддержку. Ту поддержку, в которой они нуждаются, и ту поддержку, которую они ждут. Иными словами, победители не ноют. Поэтому не нойте, а делайте что-то. И у нас есть для вас задание. Некоторым нужно просто объединиться в группу. У вас уже есть хорошие, благочестивые друзья, но вашему общению нужно добавить немного духовности. Если вы решитесь на это, сообщите нам, потому что у нас есть ресурсы, которые помогут вам. Итак, во-первых, нужно объединиться в группы. У некоторых из вас нет благочестивых друзей, это проблема, потому что вам нужно правильное влияние. Правильное влияние приводит к правильным решениям. Вам нужно записаться в группы. Итак, одним нужно объединиться в группы, а другим нужно найти свою группу. А третьим нужно сделать шаг вперед и стать лидером. Вам уже давно пора стать отцом, тренером и наставником. Вы слишком долго были просто наблюдателем. Пора вам помочь кому-то добежать до финиша. Мы не хотим, чтобы вы присоединились к нашим группам для того, чтобы наши группы стали просто больше. Меня это, честно говоря, мало волнует. Меня волнуете вы. И ваша победа. И я знаю, что для этого очень важно иметь правильных людей рядом с вами. Вы должны хорошо закончить свой забег. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...